Директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов не сомневается, в чью пользу примет решение суд в деле о расторжении договора на реконструкцию Матросского бульвара. С членами Союза предпринимателей, созданном при участии губернатора Овсянникова, Михаил Тарасов поделился планами на будущее. Когда будут завершены судебные разбирательства, которые на сегодня фонд инициировал с точки зрения принятых решений по расторжению, то есть наши процедуры это оценка состояния объекта, проведение его экспертизы и состояния и соответствующие после этого выработка решений по благоустройству, доведение территории до надлежащего состояния. До какого состояния благоустроители, нанятые правительством Севастополя, могут довести знаковый для города объект, известно. За примером далеко ходить не нужно, он рядом с Матросским бульваром. О ремонте, проведенном в сквере у Свято-Владимирского собора, севастопольцы, как известно, высказались нецензурно. В противоположность этому к работам, имеющимся на счету благотворительного фонда «35-я береговая батарея», в частности, к построенному музейному комплексу в память о последних защитниках города, у севастопольцев претензий не возникало. Возникли они у председателя правления Союза предпринимателей Сергея Живодуева. График работы мемориала не позволяет ему гулять по ночам на территории «35-й батареи». Живодуев сделал вывод – матросский бульвар от граждан тоже закроют. Построена там «35-я батарея». Но сегодня это уже как бы не всегда туда можно зайти, потому что есть все-таки определенное время работы с 10-ти до 18-ти. И после 18-ти ты там уже не погуляешь, хотя эта территория. Вроде как и доступная, и бесплатная, но в то же время уже и недоступная в некоторых вопросах. Поэтому вызывает опасения, что закрывать ситуацию, как здесь, это наше, это не наше, ну, непонятно. Видимо, поэтому Сергей Живодуев предложил привлечь к дальнейшей реконструкции матросского бульвара других предпринимателей. Может быть, вторым вопросом, чтобы это участвовал не только один фонд, который сегодня там, а и остальное предпринимательское сообщество, высказывавшее свое мнение, что готовы поучаствовать в реконструкции матросского бульвара, если нужна такая помощь. Отметим, что в бытность Живодуева депутатом Украинского городского совета 9 лет назад тогдашний председатель госадминистрации Куницын объявил о всенародном строительстве стадиона Горняк в Балаклаве и призвал городских предпринимателей скинуться деньгами. Дело обернулось грандиозной аферой, в которую втянули миллионы бюджетных, а не предпринимательских гривен. Деньги исчезли, стадион остался в руинах. Мы же не просим в себе в карман. Расскажите, куда же эти деньги были потрачены? Вот мы что просим. До сих пор еще в городском совете у нас нет, в основном, комиссии по финансам. Как же были потрачены эти 300 тысяч гривен? Эти слова были сказаны в адрес руководства города 9 лет назад. Возвращаясь в день сегодняшний, вспомним о пропавших 2 миллиардах рублей из бюджета южных очистных сооружений и усомнимся в чистоте очередного эксперимента под названием «Народная стройка». Хотя вице-губернатор Пономарев не сомневается в правильности решения суда по оспариванию расторжения договора на реконструкцию Матрусского бульвара. И уже обещает предпринимателям всяческую поддержку правительства при вложении денег в дальнейшую реконструкцию. Но мы прекрасно, я думаю, с вами понимаем, что вот этот объект, как исторически он делался всем миром, экипажи кораблей Черноморского флота, купцы Севастополя, просто жители, все сколько могли, столько вкладывали в создание этого бульвара. Если эта инициатива будет оформлена и к нам она поступит, убежден, что мы готовы будем оказать ее реализации, всевозможную поддержку. Отметим, что поддержку и помощь в реконструкции фонду в марте этого года обещал и губернатор Овсянников. Мы полностью будем помогать в любом проекте, в Матрусском бульваре тоже. Чем обернулись обещания губернатора, известно.